Это позволит, первое, сократить транзакционные издержки и повысить безопасность финансовых процессов. Конечно, мы не первые на рынке краудфандинга, не первые открыватели, и у нас есть прямые и косвенные конкуренты. Здесь мы сравниваем существующие ныне решения платформы с нашими конечными целями. Как видно, большинство платформ акцентируется на чем-то одном. Либо краудфандинг, краудмейтинг, краудинвестинг. И при этом комиссии могут достигать на том же Kickstarter от 10 до 20% для проекта, что является очень существенным. Также мы бы хотели показать объем рынка в 2018 году по версии журнала R&D Magazine. Это около 2,2 триллиона долларов, из которых 590 миллиардов – это рынок частных инвестиций в науку. Наша цель – охватить 1,5% от рынка частных инвестиций в науку, что будет составлять к 2023 году 3,5 миллиарда долларов обороны. На основе этих данных мы построили бизнес-модель развития проекта, чтобы достичь таких цифров. Для того, чтобы достичь этих значений, доходная часть компании будет формироваться из нескольких моментов. Первое – это комиссия всего 5% от суммы сбора для проекта, что даст нам конкурентное преимущество на начальных этапах. Следующее, что мы можем предложить, это платная подписка для крупных фондов, которые интересуются техническими или научными разработками. Им будет доступно увидеть проект еще до публичной выхода на платформу, когда увидит его весь мир. Если интересна эта им разработка, они просто закрывают раунд инвестирования сами. И третье – это если проекту нужно ускоренное маркетинговое продвижение, он может за дополнительный процент обратиться к нам, и мы поможем его развить побыстрее, свести с нужными фондами или просто улучшить рекламу.